Но деревья будет, конечно, чуть меньше, но понятно, что там будут трансформаторные будки, потому что без них никак, вы их никогда не услышите. А вот этот медведь, окружение у комплекса, общежитие номер 6, Елизаветинская больница, городская поликлиника номер 118, остановки общественного транспорта, обилие, я бы сказал, соцструктуры, а рядом у него интересное соседство. Кто успел, тот и припарковался. И новостроек здесь, в ближайшей округе, звуки, конечно, такие. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Сегодня я вам расскажу про жилой комплекс наука. А вы устраиваетесь поудобней и внимательно слушайте. Жилой комплекс наука возводят в Калининском районе города Санкт-Петербурга на пересечении проспекта науки и улицы Академика Константинова. Ближайшая станция метро к комплексу Академическая. До нее полтора километра, а до станции метро Политехническая – один километр 700 метров. Комплекс представляет из себя 9 зданий переменной этажностью от 11 до 13 этажей. От 4 до 7 квартир на площадке. В каждом подъезде будет колясочная, а также два лифта – пассажирский и грузопассажирский. Грузопассажирский лифт опускается в подземный паркинг. Это удобно и практично. Дома застройщик возводит на свайном фундаменте. Сваи сборные сечением 40 на 40 сантиметров. Головки сваи разбивают, а выпуски арматуры обвязывают с плиточным ростверком, который в 50 сантиметров толщину. Будет мощный фундамент. Фасадные стены из кирпича толщиной в 51 сантиметр. На них в дальнейшем приклеят утеплитель и смонтируют систему навесного фасада из керамической плитки. Все стены к соседям из аналогичного кирпича, но уже в 38 сантиметров толщиной. Я полагаю, что при такой толщине стены к соседям вы их никогда не услышите. Фасадные стены комплекса, выходящие во двор, будут утеплены и оштукатурены. Эта система называется «мокрый фасад». Засрочником комплекса является общество с ограниченной ответственностью «Озерный край» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. В комплексе будет 2027 квартир и 1051 место в подземном паркинге. 250 машин и мест на открытом паркинге. Класс энергоэффективности всех зданий «Б» высокий. Согласно данных из проекта, комплекс будут возводить 3,5 года. В жилых корпусах здания предусмотрены мусоросборные камеры. То есть, чтобы вы понимали, вышли вы из своего подъезда, открыли дверь, выкинули пакет с мусором и пошли. И этот пакет должен кто-то приехать и убрать. Будут ли это специалисты управляющей компании, которые будут вручную таскать эти баки, возможно, туда будет подъезжать непосредственно машина спецтранса. Вентиляция зданий приточно-вытяжная, с механическим и естественным побуждением. В девятом корпусе будет амбулаторно-поликлиническое отделение с мощностью до 50 посещений в день. Ландшафтный дизайн комплекса разработан компанией «Дерево Парк». Они уже делали ландшафтный дизайн для жилого комплекса «Баухаус», который расположен в московском районе, и я считаю, это лучший комплекс в своем классе. Счетчики на тепло, на воду и на электричество будут расположены в межквартирных коридорах. А застройщик обещает, что данные счетчиков будут передаваться автоматически. Все перегородки в квартирах из гипсокартона. В ванных комнатах из двухслойного влагостойкого гипсокартона. А внутри стен шумоизоляция. Стены из гипсокартона – это перенятые опыты скандинавских стран. Такие стены просто и быстро монтировать. Они ровные, в них удобно прокладывать различные коммуникации. Воду, электричество и многое другое. Сам гипсокартон достаточно плотный материал. Соответственно, чем плотнее материал, тем у него лучше звукоизоляционные свойства. Ну, соответственно, я полагаю, что вы друг друга в комнатах слышать не будете. Высота потолка в квартирах, согласно проекту застройщика, 2 метра 72 сантиметра. Ближайшая сдача комплекса, согласно проектной декларации застройщика, второй квартал 2024 года. А передача ключей до 31.03.2025 года. Планировочные решения представлены на различный вкус. Есть квартиры с эркером, французским балконом, двумя окнами в помещениях и многое другое. В Санкт-Петербурге это, пожалуй, единственный застройщик, который возводит дома из кирпича. Квартиры продаются с применением искроу-счетов. На данный момент это самый безопасный способ приобретения недвижимости. В комплексе квартиры представлены от однокомнатных до трехкомнатных. Это, конечно, здорово, что нет студии вообще. Согласно данной квартирографии, однокомнатные квартиры займут 22% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 56% и трехкомнатные квартиры 20%. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру в комплексе можно приобрести от 8 миллионов 900 тысяч рублей. Все квартиры застройщик передает в черновой отделке, но за дополнительные деньги возможно приобрести вайтбокс или квартиру с чистовой отделкой и включить стоимость в ипотеку. Для жилого комплекса науки на сегодняшний день действует ряд ипотечных программ. Мы с вами рассмотрим ипотечную программу с самой низкой ставкой в 1,1% годовых. Для расчета возьмем одну из популярных двухкомнатных квартир с стоимостью 16 миллионов 600 тысяч рублей. При данной ипотечной программе стоимость квартиры уменьшится и уже составит 15 миллионов 985 тысяч рублей. Первоначальный взнос составит 15%. В нашем случае это 2 миллиона 400 тысяч рублей. Ставка по ипотеке на первый год составит 1,1% годовых без удорожания квартиры. Ежемесячный платеж на первый год составит 44 тысячи 322 рубля. На второй год и последующие ставка по ипотеке составит 6,4% годовых. С ежемесячным платежом 84 тысячи 975 рублей. Если вы рассматриваете приобретение квартиры в ипотеку, вам нужно понять для себя, какое предложение по ипотеке наиболее выгодно для вас, тогда напишите мне мои контакты и ссылки на соцсети в описании к этому видео. Есть возможность и дозаказать отделку и включить ее в ипотеку. Белая отделка с маркетинговым названием Whitebox обойдется вам в 10 тысяч рублей за квадратный метр. Чистовая отделка предлагается в двух вариантах – ваниль и шоколад, а стоимость квадратного метра обойдется в 29 тысяч 500 рублей. На сегодняшний день однокомнатная квартира на вторичном рынке вам обойдется от 6 миллионов рублей. И это, друзья, панельное жилье. Если рассматривать кирпичный дом, то там уже цена более чем 8 миллионов рублей. В шаговой доступности к комплексу есть школы и детские сады. Так, в 137-й школе, 148-й гимназии и 71-й школе согласно официальных данных от соцсучреждений вакантных мест нет. В детских садах за номерами 78, 58 и 68 согласно официальных данных аналогичной ситуации вакантных мест нет. На территории комплекса застройщик уже возводит детский сад. А школа будет чуть позже с последней очередью. Возможно, конечно, с появлением этих социальных учреждений ситуация с наличием мест изменится в лучшую сторону. Зато в шаговой доступности есть поликлиника и продуктовые магазины. Мне нравится, что в этом месте давно сформирована городская среда. Есть парки, сады и скверы, где погулять место найдется. И метро в шаговой доступности, чтобы не тратить драгоценное время, стоя в пробках. Мы с вами впереди видим улицу Академика Константинова. Чуть дальше мы видим с вами проспект Науки. А вот он, сам комплекс. Если первое, на что обращаю, кстати, внимание, это достаточно широкие окна. Я бы сказал, что даже широченные. И вот здесь, где, видите, монолитные перекрытия проходят, они... Ох ты, сегодня сирена. Сегодня вторник. Сегодня, кстати, вторник. Восьмое число, 11 часов 33 минуты. Сегодня проверяют систему оповещения. И во всем городе и Ленинградской области звучит сирена. Звуки, конечно, такие. Специфические. Значит, соответственно, здесь идет усиление. Плюс мы видим отверстие в тене для забора воздуха. Рядом, друзья, как вы уже можете видеть, только советская застройка. Это панельная застройка. И, соответственно, из кирпича. Вот, кстати, вот в этих кирпичных домах есть даже пятикомнатные квартиры. Но с советской планировкой. И, конечно, уже на данный момент они не так интересны, как современное жилье. Что я еще на что, вернее, я обратил внимание в жилом комплексе Наука. Во всех рендерах застройщика они показывают медведя, которые, типа, ловят огромную рыбку. И вот почему-то, кроме этого рендера, во дворе больше, похоже, ничего не будет. Потому что везде даже, вот видите, вот здесь, обратите внимание, здесь рыбка, здесь рыбка. А что-то другое-то будет у застройщика или нет? Ну, понятно, что там будут трансформаторные будки. Потому что без них никак. А вот мы впереди с вами видим детский сад. А школа будет строиться вот там, за этими зданиями. И сейчас мы туда с вами подойдем. Сегодня на улице идет такой хороший, плотный, достаточно густой дождь. Но при этом я вижу большое количество строителей на всех корпусах строящегося жилого комплекса. Так что стройка идет полным ходом. Специально подхожу ближе, чтобы показать вам, друзья, вот эту рыбку. Вот там за ней будет медведь, который, типа, поймал вот эту рыбку. Жилой комплекс Наука. Здесь, конечно, во дворах у них все круто. И, в принципе, мы по дворам можем посмотреть. Вот я всегда говорю, что нужно смотреть с данной объекта от застройщика. Если обратите внимание на Нью-Питер, то там шикарные по мне дворы, хорошие дома. И все реализовано на достаточно хорошем уровне. Когда сдадут этот комплекс, я полагаю, что он будет самым притягательным объектом в этом районе. И сюда будут ходить гулять родители с детьми, потому что дворы, конечно, устроят. Треста классные. А вот этот медведь, который, типа, вот эта удочка, вот эта такая светодиодная полоса идет к рыбке. Ну, я понимаю, да, что они, скорее всего, примерно так все это и выполнят. Но деревья будут, конечно, чуть меньше. Кустики тоже чуть меньше. Но сами дворы, я считаю, стройтрест сделает классные. Сейчас на своих экранах, друзья, вы видите гаражный кооператив. А вот эта земля, которая находится под ним, она в аренде у города. Я пообщался с сотрудниками данного кооператива, и они сказали, что будут отстаивать свои права в суде. Ну и обратите внимание, сам комплекс. Вот здесь должна быть школа, где гаражи. И через дорогу у один из ближайших детских садов. Вот так, кстати, строили в советское время. Был нормальный, хороший, плановый расчет. Они, как теперь, настроят огромное количество новостроек, а потом думают, а куда же пойдут дети, тех, кто приобрел уже здесь квартиры. Впереди там, кстати, строят медицинский центр. И новостроек здесь, в ближайшей округе, попросту нет. Машинные места в подземном паркинге застройщик еще не выпустил в свободную продажу. Я полагаю, что машинное место будет стоить от 1 200 000 рублей, так как застройщик презентует свой комплекс как бизнес-класс. Но об этом мы еще поговорим, друзья, с вами чуть позже. Вот он, обратите внимание, действующий гаражный кооператив. Здесь можно приобрести гараж в районе 600-700 тысяч рублей. Ну, а здесь просто классный вид. Раньше вот это было здание СТО. Оно уже давно заброшено. Здесь вот такая бесплатная автомобильная парковка. Кто успел, тот и припарковался. А здесь у нас с вами две поликлиники. Сейчас подойдем, все внимательно посмотрим. Городская поликлиника номер 112. И рядом же находится городская поликлиника номер 118, которая закрыта на капитальный ремонт. Зато через дорогу Елизаветинская больница, закрытая на капремонт поликлиника, однодействующая, и вот он, жилой комплекс. А рядом у него интересное соседство. Общежитие номер 6, лесотехнический университет имени Кирова. Полагаю, те, кто приходил к застройщику, вам об этом не рассказали. А если рассказали, напишите об этом в комментарии. И здесь несколько корпусов общежития. Это не один и единственный дом. Между зданием общежития, строящимся жилым комплексом наука, и гаражным кооперативом, где в дальнейшем обозримом будущем должна быть школа, находится открытая стоянка автомобилей. Сразу за стоянкой жилые дома, где квартиры стоят от 6 миллионов рублей. Ну, вы уже об этом сами знаете, друзья. Небольшой вот такой лес из березок, детская площадка и забор, где территория жилого комплекса науки. Но если мы с вами через вот эти лужи к детской площадке пройдем чуть дальше, кое-что с вами увидим. А пока идем, давайте расскажу. Значит, мое мнение, друзья, такое, что бизнес-класс, конечно, да, наличие машин и мест в подъемном паркинге, которые еще и нужно купить, для меня лично не говорит о том, что комплекс бизнес-класса. Все-таки окружение у комплекса, ну, по мне, не дотягивает до бизнес-класса. Да и высота потолка в 2 метра 72 сантиметра подтверждает мои доводы. Я считаю, что это полноценный комфорт-класс. А ваше мнение какое, друзья? Впереди мы с вами, друзья, видим 137-ю школу, в которой, согласно официальных данных от этой школы, вакантных мест нет. Территория комплекса всегда ограничит по уровню ограждающих конструкций. В нашем случае вот такого забора из профлиста и с колючей проволокой. И вот здесь до забора школы буквально 10 метров. Дальше все застроят домами. Но зато из плюсов те, кто приобретут квартиры вот на эту сторону, где жилая застройка, здесь не так часто ездят машины. И, по мне, вид намного интереснее, нежели чем на параллельную улицу. Если бы я для себя рассматривал возможность приобретения квартиры в ипотеку либо за свои средства, чтобы рядом была станция метро, желательно в пешей доступности, то однозначно я бы рассмотрел жилой комплекс «Наука». И я бы брал бы не черновую отделку, а в нынешней ситуации я бы доплатил бы застройщику и взял бы чистовую отделку. Мне понравилась ваниль, потому что там светлые двери. Но это на мой вкус, друзья. У вас вкус может быть совсем другим. Ну и обратите внимание, детский садик, школа, еще детский садик, который возводит сейчас застройщик. Конечно, такое обилие, я бы сказал, соц. структуры подкупит любого и подтолкнет к покупке здесь жилья. Если обратить внимание на советскую застройку, вот мы видим, все, вот сейчас день, времени 11.57, и уже вот весь двор, у вся вот эта проезжая часть небольшая, забита машинами. И когда сдадут науку, здесь будет забито все. Поэтому, если есть возможность, нужно обязательно покупать машины места. Либо брать его в аренду, пока еще не демонтировали гаражный кооператив. Здесь, конечно, плюс, что застройщик не вырубил деревья, а оставил все эти деревья. И когда все будет зелененькое, однозначно будет радовать глаз. А с верхних этажей откроется красивый вид на этот район. Рядом уже сложилась вся инфраструктура. Обратите внимание, есть пекарни, даже есть КФС, пиво, аптеки, магнит. Остановки общественного транспорта. И обратите внимание на расстояние от фасада здания, в первую очередь, до проспекта науки. Меня оно радует. Достаточно большое, а часть расстояния закрывают вот такие большие и красивые деревья. Но здесь и находится у нас заправочная станция «Газпром». Я проходил мимо и запаха здесь не почувствовал. Возможно, когда на улице тепло, летний период, запах все-таки будет. Поэтому те, кто выбирает квартиры, нужно к выбору подходить с умом. Всегда ездить на объект и лучше пригласить специалиста. Тому человеку, ко мнению которого вы прислушаетесь и сделаете правильный выбор для себя. Ведь не забывайте, что недвижимость мы приобретаем не один раз на всю жизнь. Сегодня у вас одна ситуация, а завтра ситуация может измениться. И вы примете, к примеру, лет через семь переехать. И не каждый объект можно будет быстро реализовать. Кстати, отмечу, что это автоматическая заправочная станция всего лишь на четыре поста. Возможно, поэтому здесь и нет запаха бензина. Если вас заинтересовал комплекс, нужна помощь с выбором недвижимости, расчетом по ипотеке, цен на квартиры, оставьте заявку на andreyartemov.ru или напишите мне в соцсети. Ссылки на них в описании к этому видео. Друзья, рад был вас так видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok